Всем привет, друзья! С вами канал Андерволд и ребята с канала Дэн Сталк. Дэн и Евген. И мы сейчас в Северной Осетии. Кавказ. Мы приехали посмотреть заброшенный город Садон. И находящийся рядом с ним рудник. Жители города в основном работали на этом руднике. Сейчас все это заброшено. Ни города, ни рудника. Рудник сходим. И мы сейчас пойдем показывать вам руины города и рудник. А вы не забудьте перейти по ссылочке в описании на канал Дэн Сталк и посмотреть их видосики. У них очень крутые видео, тоже про заброшенные места и про подземку. Поселок городского типа Садон расположен в горном ущелье так, что фактически отрезан от остального мира склонами гор. Единственная дорога, ведущая в поселок, проложена через тоннель. Садон считается одним из самых высокогорных селений России. Его постройки раскинулись на высоте 1250 метров над уровнем моря. То ли как ветер, то ли как птица, я поднимаю сверху, растворяясь темноте ночной. Не имея крылья, крылья, ветром гонимы, облако взримы, в небо взмываю вверх. Растворяясь темноте ночной. Поселок Садон имеет достаточно длинную и интересную историю. Он был основан как рабочий городок при руднике, городок для горняков. И было это в 19 веке. Здесь, в городке, осталось несколько старых зданий, которые относятся как раз еще к тому периоду, к середине 19 века. Поселок, к сожалению, очень сильно пострадал в 2000-х годах, в 2002 году. Здесь сошел селевой поток, который разрушил большую часть строений, фактически снес все, что находилось в зданиях. Жители поселка были отселены, однако ряд семей отказались покидать родной поселок. А еще некоторые семьи после отселения все равно вернулись в свои родные дома, в поселок Садон. И после исхода селевого потока большинство постройок имеет сейчас вот такой вот вид. Все вот эти разрушения произошли после схода селевого потока в 2002 году. Большинство домов более раннего периода были построены из камня. И вот мы уже подходим к тем домам, в которых и по сей день живут местные, те семьи, которые отказались покидать Садон после схода селевого потока, после разрушения города. Многие квартиры здесь закрыты, несколько из квартир, которые стоят в жилом доме заброшенными. И в этом же доме, в соседних квартирах, продолжают жить люди. Прямо сквозь чью-то заброшенную квартиру из другого помещения проложена канализационная труба, которая идет в подвал. Решения тут, конечно, встречаются очень оригинальные. Тут же жилые застегленные балконы. Здесь целая улица заброшенных домов, которые пострадали во время схода селевого потока. Большинство домов внутри себя представляют просто руины. В Садоне разрабатывались свинцово-цинковые месторождения. Геологические изыскания в районе Садона начались после того, как в 1840 году отданный Российской империи Спиридон Чекалов по происхождению грек обнаружил рудную жилу серебро-свинцовых руд. Изыскания производились геологической партией сразу в районе трех месторождений – Дамблудского, Засунебильского и Садонского. В результате самым перспективным для разработки было признано Садонское месторождение, как обладающее рудой с более богатым содержанием полезных ископаемых и более выгодными для разработки экономическими условиями. В отличие от других месторождений, возле Садонского находились лесные массивы и быстрая горная река Садонка, что могло быть использовано для обустройства инфраструктуры рудника и обеспечивать привод механизмов, необходимых на руднике. Также возле месторождения было поселение, которое могло снабжать рудник рабочими. Ученым комитетом Корпуса горных инженеров было принято решение прекратить все дальнейшие разведки свинцевых месторождений на Кавказе, кроме Садонского. И стаи местных собачек. Немного ближе, но вполне добродушные. Вот здесь дома частично покинуты, частично здесь живут люди. То есть можно вполне характерная для этого места картина, где в жилом доме можно видеть разбитые окна заброшенных пустующих квартир и тут же рядом аккуратный ухоженный балкончик, где сейчас кто-то живет. Очень симпатичная архитектура. К сожалению, дом очень сильно пострадал, и сейчас от него остались только внешние стены. А год постройки 1926. Вот здесь хорошо видно, как селевой поток проходил через здание, полностью забивая первый этаж камнями, землей и, соответственно, разрушая здание. Здесь первый этаж вообще весь забит землей после схода сели. А еще очень интересный момент. Здесь в поселке провода под напряжением просто так вот висят фактически на высоте человеческого роста. Надо сказать, что здесь есть достаточно много домов очень интересной архитектуры, разного совершенно периода постройки. Вот этот дом, например, 1928 года, о чем свидетельствует надпись на его фасаде, очень своеобразная архитектура. Дом построен из камня и имел такую красивую колоннаду у центрального входа. Сейчас напротив него водопадом стекает горная речка. Здесь же расположен памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне с поименным списком жителей поселка, которые не вернулись с войны. И очень похоже, что вот в этом здании как раз располагался дом культуры. Вот тут очень хорошо видны последствия схода сели, селевого потока. Первые этажи фактически засыпаны землей, камнями, принесенными этим потоком с гор. Я продолжаю сейчас осматривать руины вот этого здания 1929 года постройки, который, вероятнее всего, был домом культуры. В 1853 году в Садоне был открыт серебросвинцовый завод, основанный наместником кавказским князем Воронцовым. К 1900 году добыча серебросвинцовой и цинковой руды на Садонском руднике достигла 20 тысяч кудов в год. Далее добытая руда отправлялась на обогащение, а затем на серно-кислотный завод под Владикавказом. Национальный состав рабочих рудника с момента его основания претерпел значительные изменения. Так, в 1853 году на работу в Садонские рудники завезли 328 мастеровых из Алтайских, Уральских и Луганских казенных заводов, которые из-за тяжелых условий труда и массовых заболеваний через 30-15 лет выходили из строя, пишет Нина Сергеевна Махциева в своей диссертации. А в 1875 году из 380 рабочих – 340 осетин. Быстрый рост национальных кадров послужил основанием инженеру-счастливцеву писать в 1872 году, что горцы обратились в настоящее горнозаводское сословие. Не имея своих возможностей для расширения добычи этого металла, царское правительство решило сдать в аренду бельгийскому промышленному и химическому обществу Садонский рудник и Алагирский серебро-светцовый завод сроком на 60 лет. А вот по этой улице были дома совсем старые. Видимо, строились они в конце 19-го, начале 20-го века как раз теми самыми бельгийскими рабочими, бельгийскими горняками, которые начинали проходку рудника. Как водится, в одном из зданий был актовый зал, о чем говорят кресла, составленные с краю, а здесь даже была сауна и бассейн. Сложно сказать, что сауна с бассейном достаточно глубоко для сауны. Судя по перевернутой табличке, эта улица называлась улицей Ленина. И вот этот домик достаточно интересен тем, что он явно еще до советского периода, то есть ориентировочно это где-то как раз 19-й век, возможно, на рубеже 19-го и 20-го веков. Такие домики строились здесь для горняков, которые начинали работать на руднике, которые начинали проходить штольни и штреки, куда мы отправимся чуть позже. Конечно же, больше всего во время схода сели пострадали первые этажи. Здесь тоже все завалено землей. Вот сейчас я нахожусь в бывшем жилом, наверное, помещении, в жилом доме, где вот надо мной сейчас как раз есть жилые квартиры, кто-то там живет. И сюда вот селевой поток занес тоже кучу камней, земли. Совсем не ожидал во дворе жилого дома увидеть скульптуру орла, причем очень неплохо сделанную. Среди всей этой разрухи, среди полуброшенных, полужилых домов стоит такая красота. Вот уж не ожидал увидеть. И несмотря на бытовые трудности, на, наверное, действительно непростую жизнь в таком полузаброшенном поселке, здесь жизнь течет своим чередом. Это видно по вот этим воротам, этому футбольному полю, которое здесь сделано. Видимо, здесь когда-то играют дети в футбол. Когда-то на этом месте, кстати, была детская площадка. Вот разрушенные остатки фигур, которые были на этой детской площадке. Все это на фоне уничтоженного селевым потоком здания. И здесь повсеместно жилые квартиры соседствуют с пустующими, с выбитыми окнами. А вот этот разрушенный домик по набережной улицы. Действительно, здесь рядом протекает речка. Там, вероятнее всего, тоже ничего не осталось внутри. Но интересно заглянуть. Здесь же установлен телефон-автомат с какой-то непонятной перфокартой. А еще проблема местного водопровода. Большинство труб здесь проржавели уже настолько, что везде можно наблюдать такие вот фонтанчики. А вот еще один фонтанчик от прохудившегося водопровода, который образовал своеобразную наледь. Достаточно красиво все это смотрится. Вот это комплекс рудничных строений. Большинство тоже разрушены. То есть, в принципе, здесь ходились технические службы, обслуживающие сами выработки. Во времена, когда этот рудник действовал, здесь проходила дорога, которая соединяла жилую часть поселка Садон с техническими строениями рудника. А сейчас эта дорога превратилась в своеобразный горный ручей. По склону сверху от Штоллен текут грунтовые воды. Когда-то этот мост соединял сами выработки с техническими строениями рудника, которые находятся на склоне этой горы. С большой вероятностью, вот эта огромная выработка, глубину которой даже не видно, сейчас невозможно посмотреть, а там, скорее всего, находился вентиляционный ствол. Просто реально даже не видно дна этой шахты, она очень глубокая. Мы продолжаем исследовать площадку, которой находились в строении рудника, наземная часть. И прямо на окраине поселка Садон находится старая Штолленка. Не совсем обычная выработка, но вот какие глыбы валяются, обрушившиеся с потолка. В следующей серии мы отправимся в недра Садонского рудника, где мы провели больше 12 часов. И посмотрели уникальные старые выработки, машины и зал клещевого подъемника, клещевой ствол, хранилище взрывчатых веществ и еще много интересного. И вот тут она заканчивается завалом. Дальше выхода нет. Старые крипи. Очевидно, что Штолленка действительно достаточно старая. Тут остатки чего-то металлического, хорошо сгнившего. Кстати, похоже на лампу шахтерскую, возможно. Вот это безобразие. Пишешь? Поддержите это видео вашими лайками и репостами. Это лучший способ помочь в развитии нашего канала. Не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. И, конечно же, оставайтесь с нами. Всего вам самого наилучшего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!